Я уже получаю столько писем, что даже тех, кого я еще не видел, хорошо уже представляю себе и даже слышу порой их голоса. Вот вы спрашиваете, а Борчили, он прибыл к нам в школу с группой из Хамильбурга, незадолго до нашего отъезда в Варшаву. А вы знаете, что мы, то есть моя группа, я, Билан, Болановский, уехали из школы в начале августа месяца 42-го года. Но другие товарищи, как Пытченко, Ласенко, Савкин и так далее, оставались в школе еще около года. Пришло письмо от Федулова Николая Филипповича. Он был единственным комиссаром среди членов подпольной группы, профессиональным партийным работником. В одном из своих писем из Ленинграда Федулов пишет. «Наша подпольная группа, по моему мнению, сделала для Родины очень полезное дело. Но заслуга в этом не только руководителей этой группы, сколько самих членов группы, патриотов, которые непосредственно должны были делать и сделали то, что решалось сообща на наших подпольных партийных собраниях. Вот что пишет Федулов о других. А ведь он был одним из тех, кто стоял во главе этой группы». Поиск продолжается. Мне уже было известно место, где содержался Арчился Таташвили сразу после пленения. Это Хамельбург. Старый провинциальный городок Западной Германии, где больше проезжающих туристов, чем местных жителей. Где-то тут, в окрестностях, был концлагерь. Снять его не удалось, так как сейчас там военная зона. Теперь там муштруют новое поколение убийц, готовых, вопреки здравому смыслу, начать новые авантюры. Есть в Хамельбурге и небольшое кладбище. Тихое, забытое, но следов, орчилась и Таташвили, нет и там. По Австрии пришлось еще поездить немало. Дело в том, что в архивах был найден протокол допроса одного из осужденных сотрудников Брайтонфурской разведшколы, который, между прочим, рассказал, что в 1943 году по подозрению в антифашистской деятельности в числе восьми курсантов был арестован и отправлен в так называемый Шварцлагерь, Черный лагерь, местечко Аленштайк, и Арчил, Ситаташвили. Эта дорога ведет нас на север Австрии, к местечку Аленштайк. В годы войны, по рассказам местных жителей, отсюда было выселено почти все гражданское население, и в радиусе 40 километров вокруг стояли только воинские части, а вдоль этой дороги, вот в этих домах, жили эсэсовцы. Здесь, в каменоломне, работали только узники. Это железнодорожная станция Аленштайк. Говорят, что в годы войны она была очень многолюдной. На погрузочных работах здесь использовались только военнопленные. А вот там, на пустыре, стояли бараки военнопленных, которых каждый день возили на работу к каменоломням по этой дороге. Тут вот, летом 1943 года, как рассказал один из австрийских граждан, был совершен дерзкий побег. Бежала группа прямо с машин. Как здесь помнят, всех их застрелили на месте. Вот это место. Вполне возможно, что в этой группе и был Арчинси Таташвили. Вот здесь, в этих местах и оборвался его след. Но письма продолжали приходить. Откликнулся Николай Крылов из Москвы. Он сейчас научный работник. Ваше письмо, Леван Арсеньевич. Внимание к судьбам людей, которых я знал, не могут не вызвать обратной связи. Приятно было узнать о том, что с вами установили контакт Карлочек-Воидзе, Федулов-Пыченко. Вот сколько теперь у вас активных помощников. Было бы здорово, Леван Арсеньевич, если бы вы сумели вызвать перекрестный огонь наших памятей. Этим я и занимаюсь, Николай Николаевич. Давайте же скрещивать памяти. Может быть, вы вспомните конкретные эпизоды, которые бы коротко могли бы мы рассказать сейчас, глядя на эти кадры. Ресторан Ульвана. Реклама немецкого образа жизни. Это вас водили туда? Мимо. Мимо. Здесь обычно замаливались грехи. Коля, ты вспомни, расскажи, как прошло собрание. Вот сейчас очевидно мы увидим это место. Да, интересно посмотреть это место, где мы лежали как раз все. Вот это первое партийное подпольное собрание. Да, собрание. Как вы его называли. Да, это у нас был разговор. Но мы решили собраться, чтобы заформить все это. Сделать. Это самая кирк, против которой находился лагерь. Разведшкола. Разведшкола. Посмотреть. А после 25 лет. Калитка. Тоже в воде записку спрятал. Список. Один человек летчиков. С вышлимом фамилии. Замуровал в присутствии Саукина. Здесь как раз у меня была первая встреча с Саташвири. С Харчиловым. С Харчиловым. Да вот как раз здесь, когда поняли через Савученко, понимаете, это, когда в нас вел Савученко Саташвири, и здесь как раз у нас первый разговор с ним состоялся. А проверить здесь, вот это здание, за зданием туда в угол, там как раз это проходили у нас собрания. Двор был местом, где проходили перекуры. Переводы весьма полезны для того, чтобы посмотреть у друга в глаза и двумя-тремя словами выяснить отношение людей к тому, что вокруг происходит. Вот помнишь, когда с этим проходили, там еще хотели придавить эту переводчик. Помнишь? Мы все добивались. Мы не знали, какие новости. Да, вот через учительство Коблинга, как раз мы поддерживали связь, мы всегда нам новости, парады на них слышали и доводили до сведения всех, что происходит на фронтах. Этот самый двор. Точно? Там выстраивались? Вот этот самый двор, где выстраивались. А сейчас там огороды, видите? Непривычно пустынные. Да, там здесь огороды. Обычно он был многолюбный, да? Так там шла своя, будущая, непростая жизнь. В этом дворе сам мы привозили и увозили всех. И нас оттуда вывезли, куда в Шварцвагерь вывезли. Карл Арсенович, вы помните эту дорогу? Да, я помню эту дорогу. Да так помню, что никогда не забудется, так как по этой же дороге немецкие солдаты Сесовские увели меня закованными руками. Эта дорога, видимо, многим знакома. Да, эта дорога именно что многим знакома. По этой дороге многие уходили в небытье. В пригороде Варшавы, местечке Сулевеек, расположен этот дом. В нем готовились документы в соответствии с легендой, разработанной ранее. Здесь мы получали экипировку, оружие. Словом, принимали тот вид, который должны были принять перед запроской в тылу РССК. Я был в этом домике один или два раза. Здесь также я получил документы после того, как сфотографировали здесь. Вас сфотографировали? Да, здесь сфотографировали на документы. Здесь же еще и принимали экзамены у нас перед самим вылетом уже из Варшавы. И кроме этого, этот дом я хорошо помню, потому что я в нем был два раза. Первый раз, когда тоже экипировку и делали подложные документы, а второй раз уже перед отправкой. И вот, в начале сентября 1942 года, лучший, как казалось начальнику разведшколы полковнику Алиса, до сих пор в графе «Пропавшие без вести». Продолжение следует...